Итоги уходящего понедельника Мы живем в век современных информационных технологий Так ли бесчувственно умная техника? А также обстановка по периметру, прибавка к зарплате и покупатель всегда прав Валберис вернул белорусам свыше миллиона рублей От ситуации с беженцами до вопросов армейской поддержки Президент утвердил решение по охране госграницы в 2023 Сегодня вблизи белорусских рубежей сосредоточена группировка войск Сопредельных государств Евросоюза и Украины Общей численностью около 23,5 тысяч человек Идется активная воздушная разведка нашей территории с использованием беспилотников С начала военной спецоперации зафиксированы почти полтысячи таких полетов В числе основных задач на этот год Повышение боевой готовности органов погранслужбы Наращивание возможности маневренных групп Возведение новых постов защиты И оснащение самыми современными техническими средствами На наиболее опасных участках У нас сегодня традиционное мероприятие Ежегодно в начале года мы принимаем решения Об охране государственной границы Но особенность этого года в том, что Как никогда ранее, по-моему Обстановка вокруг Беларуси Военно-политическая обстановка Да и экономическая Не такая простая В этом и есть особенность Нашей сегодняшней встречи Я хотел бы Прежде всего От председателя Государственно-пограничного комитета Услышать характеристику этой обстановки Что происходит по периметру На сегодняшний день Понятно, что мы не единожды К этому вопросу обращались И в прошлом году И в этом году Но, тем не менее Обстановка меняется быстро Динамика очень большая На сегодняшнее утро Как характеризуется Обстановка на государственной границе Беларуси Актуальным остается и миграционный вопрос Поток беженцев уменьшился, но не остановился В Беларуси ищут мира и покоя люди Бегущие от войны в Украине Продолжают прибывать выходцы Из Азии и Ближнего Востока Ситуация осложняется тем Что с сопредельной стороны Их буквально вытесняют На территорию нашей страны В прошлом году Пересечено почти 4 тысячи таких попыток Аварийный выход В субботу на Ульяновской Горело общежитие Пожар произошел В пятом часу вечера В комнате на восьмом этаже К моменту приезда спасателей Создалось плотное задымление Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек Среди них трое детей Версии несколько Неосторожное обращение с огнем И детская шалость Спасатели моментально Ликвидировали возгорание В результате которого Повреждено постельное принадлежность И некоторое имущество в комнате Пострадавших, к счастью, нет Еще одно ЧП случилось на Кирова Хозяин самостоятельно пытался потушить пламя В итоге получил ожоги 20% тела Мужчину госпитализировали В причинах возгорания Сейчас разбираются специалисты Пока одни сражались со стихией Другие боролись за звание лучших В городе завершился 19-й турнир пожарных спасателей По итогам трехдневных соревнований Первое место заняла команда Бавруйск-2 Победителем медали И, конечно же, заветный кубок О том, как это было Ольга Васенда Трехдневный турнир спасателей Подходит к концу Лучшей на всех этапах Становится команда Бавруйск-2 Наши огнеборцы в очередной раз показывают Высокую физическую подготовку Заветный кубок капитану лично Вручает мэр города На второй строчке Располагается Гродненское областное управление МЧС Третье место у команды Бавруйск-1 Победителям вручают медали, дипломы И ценные призы В зале стадиона «Спартак» Награждают и лучших спортсменов В личном зачете Позади соревнования по волейболу Пожарному спорту И мини-футболу Самое главное, я считаю, что победила дружба И участие в этом турнире Приняло 12 команд Около 100 человек И отрадно, что две команды Было с Российской Федерацией Это Калининградская область И наш город Побратим на Рафаминск Турнир пожарных спасателей Уже в 19-й раз Собирает на Бавруйской земле Огнеборцев из разных уголков страны Среди участников Представители Гродно, Бреста, Новополоцка, Речицы И Минска Здесь же члены сборной команды Беларуси и России по пожарно-спасательному спорту Была напряженная, серьезнейшая борьба И вот в очередной раз Бобруйчане доказали, что они могут быть сильнейшими Это отрадно, приятно Ну и самое главное Говорит об уровне подготовки Наши бойцы успешно справляются с любыми угрозами Пропавшие в лесах, донущие на воде И застрявшие в машинах после аварий Их фирменное отличие Беспримерное мужество Высокое мастерство Ежедневный риск И настоящая доблесть Только в Бобруйске в прошлом году Сотрудники МЧС спасли 17 человек И ликвидировали 101 пожар Ольга Васента, Максим Галеонко Бобруйск, 360 Иммунная тактика, капитальный ремонт И приятная надбавка Минтруда анонсирует рост зарплат бюджетников В этом году О какой сумме речь? Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Минтруда анонсирует рост зарплат бюджетников В этом году на 16% Прибавка составит порядка 200 рублей Речь про образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальное обслуживание На эти сферы предусмотрено 15 миллиардов 600 миллионов С января, напомним, увеличилась базовая ставка Вслед за ней начали расти стимулирующие и компенсирующие выплаты Производители белорусской мебели готовы заменить ушедшие с российского рынка западные бренды Задача номер один – удовлетворить спрос без потери качества Как через индивидуальные заказы и массовое производство Так и с предоставлением от срочек платежа фирменную сеть интернет-торговлю В регионах РФ заинтересованы также в покупке бумаги и картона В стране изменили тактику вакцинации против COVID-19 Теперь бустерная прививка разрешена детям с 5 до 17 Процедура проводится каждые полгода Можно в один день сделать укол как от коронавируса, так и, например, от гриппа Интервал в две недели следует соблюдать, если это прописано в инструкции препарата В 2023-м в Могилевской области капитально отремонтируют более 20 школ На это выделено порядка 27 миллионов рублей Проектно-сметная документация разработана еще в прошлом году Обновление классов и оборудования позволит создать комфортные условия Даже в самых отдаленных и небольших учебных заведениях В Айлсбери свернул покупателям свыше миллиона рублей После требования властей Маркетплейс отправил обратно деньги 124 тысячам белорусов Должностному лицу компании выписаны два штрафа Претензии Марк заключались в том, что нельзя брать плату за возврат товаров надлежащего качества Инструмент достижения целей в Абруйске прошел обучающий семинар По инициативе Белорусского общества знания в зале КПД собралось около сотни специалистов организации города Ответственных за идеологическую работу Аналитик Института стратегических исследований в форме лекций и тренингов Помог освоить коммуникации в коллективе, управление в условиях неопределенности Изучить типы лидерства, технологию личностного роста и развитие трудовых ресурсов В действительности это целый курс лекций, который читается в различных вузах на постсоветском пространстве Называется лидерство и коммуникация, либо лидерство и современные модели управления Он читается для высшего управленческого состава крупных корпораций, госведомств Главная задача таких семинаров акцентировал спикер показать методы и подходы, которые используют западные школы и компании для обучения лидерским навыкам своих сотрудников Эти знания в современных условиях приобретают особую актуальность Ведь сейчас руководителям приходится коренным образом перестраиваться, чтобы показывать хорошие результаты А коллективы – основной инструмент достижения целей – финансовых, экономических и управленческих Робокап, роборейс и вида 2.0 В воскресенье в Центре доп. образования детей и молодежи яблоку негде было упасть В городе высадился десант юных инженеров Изобретатели приехали на третий этап Кубка по образовательной робототехники 244 участника в 17 видах Концентрация кулибиных в воздухе зашкаливала За борьбой людей с техникой наблюдала Татьяна Горбач Интерес к машинам будущего и нестандартное мышление Центр дополнительного образования детей и молодежи на день становится полем для соревнований роботов В Бобруйск съезжаются более 200 участников со всей Беларуси В 17 видах состязаний каждый может показать себя и свое изобретение Кубок по образовательной робототехнике – это серия турниров, которые мы провозим по всей территории Беларуси В этом году запланировано 8 этапов, то есть мы побываем в каждом областном городе, плюс Бобруйск, плюс Пинск Завершится все в конце сезона учебного летом на 10-м минском открытом роботурнире Хлеба и зрелищ. Пока зрители в ожидании борьбы угощаются чаем со сладостями, на полях уже вовсю жужжит Участники начинают тренировки. Роборейс, сумо, олимпиада, скетч и автономные воздушные аппараты Сразу после старт турнира. Юные инженеры сосредоточены на игре Создать умную машину – 50% успеха Остальное – суметь задать правильные команды и грамотно управлять техникой Относительно нашего города можно сказать, что робототехника активно внедряется в образовательный процесс Средней школы номер 34, гимназии номер 3, гимназии номер 2, гимназии номер 1 и многих других учреждений Безусловно, это очень-очень важно. Мы живем в век современных информационных технологий, поэтому это актуально Робототехника – тренд 21 века, который только набирает обороты Бобруйск идет в ногу со временем. Если в прошлом году в кубке участвовало всего пятеро бобруйчан, то сейчас их уже полсотни Начинают обычно с лего сумо. Ребята в этой категории поражают способностями Казалось бы, вчерашние малыши за час собирают, программируют своего бойца и идут на поле боя Победа за тем, кто вытолкнет за пределы ринга соперника Мне нравится робототехника, потому что можешь делать что угодно из лего А что ты делаешь? Делаю роботов Расскажи немножко про свою модель Моя модель будет выталкивать с помощью ковша Еще можно его брать на буксе На турнире царит неповторимая атмосфера Все захвачены успехами своих роботов И каждый нацелен на результат Мальчишки и девчонки развивают алгоритмическое мышление И учатся обращаться с гаджетами Они всего лишь дети Однако их желание менять мир в лучшую сторону совершенно не детское Пока это только автомобиль из лего Но кто знает, может быть именно он станет для ребят началом большого инженерного пути Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360 Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok